13 августа 1898 года немецкий астроном-любитель Карл Густав Витт открыл неведомый ранее космический объект. Сегодня он известен человечеству как астероид или, как его еще называют, малая планета Эрос 433. На расстоянии 316 миллионов километров от Земли за орбитой Марса он вращается вокруг Солнца со скоростью 64 тысячи километров в час. А так как в перигелии своей орбиты Эрос почти касается орбиты Земли, астероид стал объектом пристального внимания астрономов. В итоге, спустя годы, малая планета Эрос стала первым астероидом, на который была совершена посадка космическим аппаратом НАСА, НЕР, Шумейкер. Но обо всем по порядку. Все началось еще в 1983 году. Тогда комитет по исследованию Солнечной системы предположил отправить космический аппарат к астероиду. Но разработка началась куда позднее. И все же проект был закончен. Зонд представлял из себя миниатюрный корпус, который имел длину почти 3 метра, 4 солнечные батареи длиной 2 метра каждая и полтора метровая антенна. При этом на нем были размещены 5 научно-исследовательских приборов. Магнитометр для измерения магнитного поля Эроса, лазерный дальномер для уточнения рельефа, электронная фотокамера и 2 рентгеновский и гамма-лазерный пектрометра для изучения химического состава пород астероида. Аппарат стартовал 17 февраля 1996 года при помощи ракеты Дельта 79-25. Оторвавшись от Земли, зонд НЕР поначалу взял курс на астероид 253 Матильда, один из многочисленных малых планет главного пояса астероидов. 27 июня 1997 года зонд, пройдя мимо Матильды на минимальном расстоянии 1212 километров, за 25 минут успел сделать более 600 снимков этого астероида. Далее аппарат стал вновь приближаться к Земле. Траектория полета оказалась над южным полярным регионом планеты. Это позволило получить ряд уникальных изображений Антарктиды. И уже в январе 1998 года, получив дополнительное ускорение за счет удачно проведенного маневра в гравитационном поле Земли, НЕР был направлен к своей конечной цели – астероиду Эрос. Их встреча была запланирована на 10 января 1996 года. Но не все всегда идет по плану. 21 декабря 1998 во время выполнения ответственного маневра торможения связь с аппаратом была потеряна. И хотя уже через 27 часов ее все же удалось восстановить, время было упущено. И выход на орбиту вокруг астероида стал невозможен. Позже руководители миссии обнаружили, что в программе бортового компьютера есть ошибка. Компьютер посчитал, что двигатель при запуске сжег слишком много топлива и поэтому просто-напросто отключился в качестве защитной меры. Из-за выключения зонд потерял управление, а солнечные панели потеряли ориентацию на Солнце. После восстановления связи в течение 8 часов система управления была заново продублирована, и космический аппарат стабилизировался. Солнечные панели повернулись по направлению к Солнцу, и батареи начали перезаряжаться. В результате удалось бросить лишь взгляд на астероид Эрос, и то с весьма большого расстояния. 23 декабря НЕР пронесся мимо этой малой планеты на расстоянии почти 4000 километров, со скоростью около 1 километра в секунду. Зонд промахнулся, но команда не унывала, поскольку была вторая попытка через год, то есть после еще одного незапланированного витка аппаратом вокруг Солнца. Была проведена коррекция траектории полета, и благодаря ей НЕР вышел на цель в феврале 2000 года. В течение нескольких дней аппарат постепенно снижал скорость, пока его не захватило гравитационное поле астероида. 14 февраля 2000 года было объявлено, что НЕР вышел на орбиту астероида Эрос. Первоначально высота орбиты составляла 300 километров, но к мае 2000 года зонд снизил высоту до 50, а в июле до 35 километров. И наконец началось исследование. Астероид диаметром 34 на 16 километров оказался удивительным объектом. Его форма, напоминающая космический арахис, стала отличительной чертой среди прочих. Именно из-за формы происходит смещение центра тяжести, что создает крайне интересные эффекты. Двигаясь по своей орбите, Эрос не вращается как шарообразные тела, а кувыркается, словно катящиеся с горки валун. Это также приводит к перепадам силы тяготения. Впрочем, преодолеть ее очень легко. Человек сумел бы покинуть Эрос с помощью толчка ноги, но идея так себе. Орбитальные характеристики Эроса – его главная достопримечательность. Вокруг Солнца он обращается за 1,7 земных года, вокруг собственной оси за 5,5 часов. Что касается температурного режима, то астероид может как и прогреваться до 100 градусов по Цельсию, так и охлаждаться до минуса 150 градусов по Цельсию. На Эросе есть необычные борозды, похожие на знаменитые марсианские каналы, что доказывает его целостность. Еще одна примечательная аномалия – наличие на Эросе россыпи, около миллиона камней разного размера. В то же время весь астероид полностью покрыт метеоритными кратерами. Их насчитывается свыше 100 тысяч, если считать только те, которые больше 15 метров в диаметре. При столкновении метеоритов со столь малым телом, как Эрос, камни и пыль должны были бы разлетаться во все стороны. Здесь же они остались на месте. Это наблюдение изменило восприятие астрономами того, как происходит столкновение астероидов в космосе. Отдельно стоит упомянуть о ценных ископаемых, которые находятся на Эросе. В приблизительных оценках астероид содержит больше золота, серебра, меди и прочих ценных ископаемых, чем человечество добыло за всю свою историю. Стоит также учитывать то, что Эрос не проходил стадию активного плавления, как наша планета. Если земная кора содержит ничтожную малую долю металлов, то в астероиде они распределены равномерно. В результате работы космического аппарата на орбите астероида удалось установить, что Эрос не проходил стадию тепловой дифференциации, то есть не подвергался разогреву. Состав минералов на поверхности астероида похож на тот, что встречается среди метеоритов-хондритов. Это позволяет предполагать, что Эрос является первоначальным строительным блоком, а не частью более крупного тела. Эрос оказался крошечным миром с волнистым горизонтом, кратерами, валунами и долинами. Трехмерное изображение от аппарата НЕР показывает контрасты между светом и темнотой и позволяет оценить размеры структуры на поверхности. Самые маленькие детали имеют размер около 30 метров. 12 февраля 2001 года зонду НЕР удалось совершить посадку на поверхность астероида. Во время снижения аппарат передавал высокодетальные изображения поверхности. Последний снимок сделан с высоты 700 метров и охватил область шириной 33 метра. При посадке скорость движения зонда была снижена до 5 километров в час. Он покинул свою орбиту и опустился на поверхность астероида. Зонд успешно сел на далекий астероид и твердо стоял на грунте в 10-километровой неглубокой выемки центральной части астероида. Удивительно, но посадка на Эрос первоначально не планировалась. Ее идея появилась, когда аппарат выработал свой ресурс и должен был быть брошен в космосе. Но несмотря на все опасения, зонд не только успешно выполнил сложнейший маневр, но и продолжал передавать ценную научную информацию на Землю. Опускаясь, аппарат продолжил снимать поверхность Эроса с небывалым для того времени разрешением. Только за год своей работы он снабдил исследователей ценной информацией и прислал более 160 тысяч фотографий. Поскольку аппарат не был подготовлен и приспособлен к работе на поверхности астероида, он проработал на нем чуть больше двух недель, передавая данные на Землю. И уже 28 февраля миссия НЕР была завершена. Зонд Шумейкер стал первым искусственным спутником астероида и первым в истории человечества искусственным объектом, совершившим мягкую посадку на Землю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok